Тили-ти-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Рассказывай самые яркие впечатления, которые были в Америке. Твое путешествие длилось больше трех недель, и впечатлений было много. Очень много. Проехать 4000 километров и общаться с разными людьми. Перелеты еще, это проехать на машине 4000, а и перелеты были же. Ну и там же были встречи с людьми, которые встречали, которые знают инфодайнг. У нас не знают инфодайнг, а там знают. Ты прилетаешь, и тебя узнают. А меня встречают, да. Это вообще было просто невероятно. Вообще вот моя поездка, мы же много уже стран проехали. Но для меня было очень неожиданно. Я как бы была готова, впечатление об Америке неожиданно было. Потому что я привыкла ездить в разные страны. Понимаю, что все по-другому. Но то, насколько по-другому, вообще-то как другая планета. Очень впечатлена Америкой. Мне она очень понравилась. Понравилась своим разнообразием. Сначала, когда мы ездили на машине, вот эти 4000 километров, мы проезжали Сан-Франциско, потом Санта-Моника, там Монтерей, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, там было 4000. Едешь на машине, ты понимаешь, что картинка меняется. Вот ты едешь по пустыне. Золотые горы. Нет, это не по пустыне золотые. По пустыне было. По пустыне, когда, ну не знаю, желтая там, я не знаю, как назвать пустыню. Но это не вовсе не песок, как представляется. И в этой пустыне просто сидят такие маленькие кустички колюченькие, зелененькие, знаешь, пимпочки. Потом ты едешь, такая, очень впечатлила меня, вот я бы назвала золотая прямо Америка. Горы небольшие, и они золотые. То есть полностью все пространство, не зеленое в траве, а золотое. Там такая трава, ну может такая, я не знаю. И она тонкая, она везде вот, и она желтого цвета. И она, знаешь, от ветра колышется, и на горах, и на все. И это впечатление просто, ну незабываемое, впечатляющее. Вот. Ну и везде все разное, да. И Нью-Йорк тоже очень впечатлил. Невероятно своей вот этой архитектурой, которая, как я говорила, уже как хаос. И этот, то есть настолько разный, настолько разный. Там и столетние дома, и только что сделанные дома, здания. И они все вместе. И это высокое. Здесь это низкое, но уже тут же высокое. И это, ты понимаешь, что ты смотришь, казалось бы, несочетаемые вещи. А это так красиво. Вообще невероятно красиво. Я была вот от этого в таком восторге. Первый день я просто не могла. Я ходила, я просто не могла понять, где я, что я. Потому что я видела, ну не знаю, как сказать, даже многообразие всего. И внутри у меня такое же многообразие было. И я понимаю, что это, знаешь, как хаос на самом деле. Казалось бы, это беспорядок. Да? А на самом деле хаос – это все возможности. И вот, то есть я видела, что существуют все любые возможности. Вот выбирай любую. Вот. И очень-очень настолько было приятно, что в каждом городе встречали люди, которые у нас, ну нас с нами уже давно, знают нас. Кто-то там 4 года, кто-то 2 года, да? Кто-то там 3. И это были встречи настолько искренние, теплые. Ты никогда не видела этого человека. А ты встречаешь, и как будто, вот просто, ты как будто знаешь, даже внешне знаешь. Вот это было невероятное. И впечатление тоже. И человек тебе произносит то же самое. Понимаешь? Ну понятно, как мне даже и говорили, что ну еще можно это понять. Мы ж вас видим. А мы ж не видим, а чувство. Вот просто родной человек, которого ты знаешь давно. Вот. И настолько чувствовалась искренность и благодарность. Знаешь, вот эта искренность не поддельная, знаешь, как к вынесенному авторитету. Совсем нет. Вот именно чувства у человека были благодарности и искренность. Они были чистые. И это было настолько тепло и приятно. Невероятно. Эти глаза, вот, которые мы просто общаемся, в глаза смотрим друг к другу, они чистые. Ты видишь, я видела людей, которые конкретно... Я ведь не помню консультации. Совсем не помню. Но потом, когда уже начали говорить, конечно, всплывается такими участочками. Но я при этом видела... Я, глядя в глаза этому человеку, я видела, насколько человек изменился. Я же не помню, каким он был. Но я просто это осознавала конкретно, глядя в глаза. Эти глаза другие. Они... Я понимала, что они измененные. Они другие. Они искренние. То есть человек начинает чувствовать себя. И это совсем другой человек. Это уже... И вот эта благодарность теплая, ну, невероятно, конечно. И встречали, и проводили дни с нами. Это... Ну, и в каждом городе. Я очень благодарна, на самом деле, потому что я этим людям, потому что я увидела ценность того, чем мы с тобой занимаемся. И я услышала от них, насколько их жизнь изменилась после консультации. Просто невероятно. Люди говорили, осознавая это сами, говорили, что изменилось. Но при этом я... Я сама осознавала, глядя на этого человека и слушая этого человека, хоть я не помню работы. А я понимала, что да, человек вот просто изменился. И жизнь его изменилась. И мои... Моя семья, они... Они изменились благодаря тоже этим людям. Они увидели... Они увидели искреннюю благодарность. Моя семья и муж, и дочка. И увидели... Знаешь, как... Оценили, тоже так не скажешь. Увидели ценность того, чем мы с тобой занимаемся. Моя семья это тоже увидела. То есть я понимаю, что люди – это наши зеркала. Ведь мы это знаем на все сто. И это так, по-другому никак. И глядя в эти глаза, я понимала, вот эти искренние, благодарные, я понимала, что мы с тобой правильно идем. Ведь это мы. Это наше отражение. Мы движемся с тобой в правильном направлении. К чистому себя. К искреннему себя. В общем, невероятно. Ну, ты еще и подарков мне напривозила. Да, подарки. Девчонки, спасибо вам большое за подарки. Я, конечно, была шокирована и вашим вниманием, и заботой, и тем, что вы поприсылали. Это, конечно, тихий шок. Ирина сегодня привезла. И я просто растерялась, даже когда увидела. Спасибо вам огромное за эту передачу, за все. За то, что помните, за то, что встречали, за то, что помнили и передавали великая благодарность. Да. Именно вот за искренность. Вот эту теплую искренность. Потому что просто невероятно. Это правда. Это родные люди. Но ведь смотри, в Америке это на самом деле у нас очень большая аудитория. Да. А встречали вот люди, которые действительно захотели увидеть. Потом были люди, которые писали, ой, когда Ирина будет, ой, мы не увиделись. Была такая обратная связь. Но были те, кто хотела, кто увидела. Это было действительно искренне. И кто искренне делился, как поменялась жизнь. На самом деле, вот после твоего возвращения я задумалась о снятии еще фильмов. Потому что мы-то аутизмом наводнили тогда. И мы больше не выдавали ничего. А ведь есть работы, куда круче аутизма. Да. То есть аутизм, он остается где-то на заднем фоне. И ты понимаешь, что, ну, есть он и есть. Он уже не столько нам интересен. И аутизм может мать пройти самостоятельно, пройти эти курсы. Легко. Пройти, почитать книги. И измениться так, чтобы ребенку было что копировать. И все. И ребенок пойдет в развитие. А нужна наша помощь. Но получит она эту консультацию. То есть это уже не проблема. И на этом держать, так акцентировать внимание и говорить, ой, мы работаем с аутизмом, мы победим аутизмом. Это глупо вообще. Никто ни с кем не борется. А есть действительно очень интересная работа. И вот как раз приезжали навстречу люди, у кого была работа просто потрясающая. И точно так же потрясающе изменилась жизнь. Но, наверное, имеет смысл подумать все-таки. И может еще снять фильмы. Даже нужно. Нужно. Эти фильмы. Фильмы нужны. Это нужно и самому человеку. Тому, у кого жизнь изменилась. Увидеть себя со стороны и услышать себя со стороны. Увидеть и услышать себя. И вот это тоже встреча с самим собой. Это невероятно. Ну, смотри, мы с тобой работаем на расстоянии, да? Мы же всегда с тобой онлайн. А на самом... И мы говорили, что как бы... Нам не надо встречаться, да? Ну, правильно, потому что, когда ты видишь больного ребенка, у тебя эмоции. Отключались, да. И при этом насколько приятно спустя время увидеть, именно увидеть, встретиться с теми людьми, у которых... У которых вот обращались, произошли изменения, и которые, знаешь, не просто вот как-то там сказать разово ощутили и забыли. Нет. Они прямо дышат этим. Благодарность. Они прямо живут этим. И спустя время вот в этом ключ. Когда я оглядываюсь на работу нашу последние там четыре года, ведь у нас разные примеры были. И вот именно спустя время ты видишь, изменился человек или он тебе лгал. И хуй, и хуй, ты четко видишь только спустя время. Потому что в моменте здесь и сейчас ты слышишь дифирамбы, и тебе кажется, что человек искренен. И сколько раз было такое, когда вот получаешь письма и вот звучит ай-яй-яй, я там все для вас. А ты чувствуешь ложь, и ты не можешь состыковать. Ну вот вроде что это человек говорит искренне, лицо, мимика, все, ну вот возьми НЛП, вообще просто вот картинку прикладывай. А ты чувствуешь, что там ложь, 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 что нет этого. И вот этот, вот это как-то даже слово диссонанс вот этот, он только спустя время ложь возьмет свое, искажение возьмет свое. Или искренность возьмет свое. Или искренность, одно из двух. Именно благодаря времени, как знаешь, как семечко истины, семечко истины прорастает. То есть показывает именно время, то есть проживание. как я вот и сказала, все люди, которые встречались, встречались вот, с которыми мы встречались там в Америке, они, вид было, что они дышат. То есть это уже их мир. Они дышат вот этим. Они живут чистотой себя, искренностью и благодарностью. Они вот дышат, они напитаны этим. Ты осознаешь, что мы сейчас произносим? Осознаю. Как рождается время. Время. А время рождается только в искажении. А когда есть знание и когда нет искажения, времени-то нет. Есть только здесь и сейчас. И тогда нету мозгокрутства. Когда знание, тогда времени нет. Это ты познаешь. Знаешь и все. И ты четко берешь, возьми стакан воды, ты взял его, вот он у тебя в руках. Какое тебе время на это понадобилось? Да. А для того, чтобы ложь раскрылась, ну не ложь, искажение раскрыло себя, надо время. То есть и во что она раскроет, во что она может раскрыться, покажет время. Именно вот она игра. Вот она жизнь. Жизнь это такая же игра. Мы приходим исправить искажения. И мы имеем на это время жизнь. Да, и нам дана эта жизнь. Мы даем сами себе эту жизнь для того, чтобы исправить искажения. Ведь мы и говорим про то, что мы приходим с программами, мы получаем здесь программы, еще нагружаемся. И у нас задача именно выйти в искренность, прийти к самому себе. Ой, Наташа, я не могу. Я вот опять начала говорить. Я опять вспоминаю. Наташа, это совершенно... Вот я хотела бы. Нам надо с тобой вместе съездить в Америку и встретиться опять-таки со всеми людьми. Либо они приедут к нам. Они приедут к нам. Я уже приглашала тоже, чтобы приезжать и выкинули. Просто понимаешь, что ты почувствовала то, что почувствовала я. Это вот как встреча с самим собой и прямо, знаешь, ну, я не знаю, тут просто вот это надо коснуться этих глаз. Видео, это все не то. Фотографии, это все не то. Живое. И вот коснуться, и ты понимаешь, что ты знаешь, этого человека всегда знал. и тебе так приятно общаться. И ты понимаешь, что здесь нету рядом, нету вот этого выгоды, нет авторитета, нет идола, нет гуру, нет. Есть люди чистые, искренние, которые вот прям, у меня же мурашки идут, вот просто разговаривают осознавая благодарность, да, и при этом эта благодарность самому себе за эту чистоту и искренность. Вообще, просто невероятно. вот хочу, чтобы ты это испытала. Ну, к нам сегодня вот вечером приезжают девчонки из России, и мы увидимся, и там тоже, когда мы впервые с ними встретились, были тоже такие же искренние, теплые чувства. А помнишь, когда мы Любу увидели год назад впервые в Минске, в замке в Амстердаме, и мы сидели тогда с ней, пили кофе и разговаривали, и тоже вот эти искренние глаза, и тоже, это, наверное, была одна из самых первых встреч, когда мы общались с людьми. Ну, исключение составляли те мельчане, которые приезжали, подарки привозили, либо же на улице нас узнавали. и то это были такие встречи зажатые, там искренности не было, они такие зажатые, как будто вот сказать спасибо и убежать. А здесь вот первые открытые встречи, да, и спрятаться. А первые открытые встречи, это вот приезд Любы был год назад, и потом вот наша встреча в Москве с Олей, невероятная встреча. О, какая Олечка, молодец, да. И потом знакомство с Эльзой. И вот, ну, это, по сути дела, это те люди, с кем мы вживую начали общаться, потому что до этого люди все у нас были за экраном. И более того, мы себя комфортно чувствовали за экраном. Ты знаешь, я даже ловила в себе чувство, желание спрятаться за экран и не общаться с людьми вживую. То есть вообще мой мир ограничился семьей, в принципе, в какой-то момент и твой мир ограничился только семьей. То есть мы ушли в тень полностью. Мы просто две семьи и у нас. Да, две семьи и все. И поездки совместные, и жизнь совместная, и баня совместная, и вот как-то так. Все это ограничилось. И я понимала в этом, но я ловила вторичную выгоду в этом. И сейчас я ее осознаю, это был период еще вот эти статьи, преследование религии и так далее. Не хотелось светиться вообще никак нигде. И плюс не хотелось, как будто боялся, что ты внесешь вот эту эмоцию, искажение в период, когда мы очень интенсивно писали книги, чтобы в книги не попала муть. Не попала муть, да, не попала чужая... Чужое мнение, чужая муть, вот это мусор. И ты старался закрыть все, вот знаешь, когда ты имеешь вот... Дитя свое. Дитя, да, вот чистое что-то. И ты не хотел, чтобы пылевая буря это застала, чтобы сюда мусора насыпали. И вот это вот этот период был, когда ты боялся, что этот мусор просто извне будет валиться, и ты от него закрылся, как стекло. И это настолько правильно. И тогда ты можешь сохранить свой мир чистым, пока он окрепнет. Пока он окрепнет. И когда он окреп, он проявился, да. Это знаешь, когда семечко набухает перед тем, как оно начнет расти. Да, 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 да. И на самом деле это вот точно так же я конкретно осознаю отношения мужчины и женщины. А знаешь, как люди не осознают вот ту чистоту отношений и ту искренность в отношениях, на самом деле это с самим собой, и искажают любовь. А на самом деле, смотри, когда пара создается, и человек, знаешь, какие-то проблемы, кто-то из них там бежит налево или с кем-то, и вот этот мусор валится в эту семью чужую, точно так же, как про книги. Вместо того, чтобы сплотиться, и знаешь, как вот эта семечка, которая семью, напитать, дать ей набухнуть, окрепнуть, и потом проявиться. А люди бегут и убегают сами от себя, не понимая того, даже, допустим, муж и жена раз, разбежались, да, и один там куда-то пошел налево, второй, или там, или даже семьи позаводили, а на самом деле они в это время напитываются. Если здесь не напитались, ну, то есть не стали самими собой, да, убежали к другим, они напитываются еще большими программами, еще большим мусором, и на самом деле загрязняют себя, и потом, знаешь, как ломают, на самом деле, как ломают свою жизнь, просто ломают, как игрушку ребенок поломал, и потом бросил она ненужное, вот так, и человек приходит примерно к годам пятидесяти, плюс-минус, приходит и говорит, жизнь поломана, он говорит, ай, уже мне все равно, уже как есть, как Бог даст, понимаешь, так как уже есть, уже и все, и останавливается, уже конструктор разломан, да, и все, понимаешь, и он уже, ему ничего не надо, как Бог даст, а осознание того, что тот Бог спит, и этот есть, и не хочет стать создателем, и то, что поломано, починить, и с благодарностью, что даже было это у тебя, и ты можешь починить, и что-то уже создать, у него этого даже в мыслях не возникает, то есть исчезает интерес к жизни, интерес к своей поломанной игрушке, поломанной жизни, исчезает, вот так добирается. игрушка ломалась в тот момент, когда ты вместо того, чтобы создав семью, создать вот это зерно, и оставаться в нем, в нем, а молодежь, когда женится, я просто себя тоже помню, вот поженились, а как же друзья, как же, как же, и тут раз ты оставил в друзьях там пару семей, с кем ты прошел всю дальнейшую жизнь, а все остальные, как шелуха, отвалились, но зато создалась семья крепкая, а можно было распылиться на всех друзей, и со всеми успеть перевстречаться, пообщаться, поголливудить, а семьи бы не осталось. Все, и человека нет, на самом деле, человек потом приходит к тому, что нет ничего, внутри пусто, но он будет все равно выкручиваться, как уш на сковородке, и говорить, у меня все хорошо, а, у меня женщины, или мужчины мне нужны, без проблем, без проблем, и знаешь, как это прикрывается оберточкой, это типа, а внутри-то пустота, внутри боль, а он бежит сам от себя, и бежит, есть люди, которые действительно настолько убежали далеко, уже от себя, что они уже вообще ничего не чувствуют, им кажется, все, они полностью, все нормально у них, а на самом деле, когда, я просто это знаю, когда приходят они к моменту смерти, ох, как болит, потому что в этот момент осознание, ну, просто невозможные боли, потому что человек именно в этот момент он осознает всю свою жизнь, и все чувствует в этот момент, всю боль, то, что он нанес себе, вот эту поломанную жизнь, эту красивейшую игрушку, жизнь, ты пришел, подарил себе, а ты просто берешь, знаешь, как обезьяна с гранатой, крушишь, ломаешь, 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 ее ломаешь, и потом поломанную выбрасываешь, и сидишь, сложив ручки, ненавидишь всех, потому что, а все же это твои зеркала, а ты ненавидишь сам себя, а не понимаешь этого, поэтому осознаешь, ой, не осознаешь, и поэтому ненавидишь всех, и сидишь в злости, ненависти, прикрываешься разными вуалями, болеешь, естественно будет болезнь, естественно, это же боль, вот так же и детей тоже на самом деле родительская роль для детей она просто ну волшебное сказать необходимо даже вот тот же ребенок ты покупаешь ребенку игрушку до покупаешь ребенку игрушку или даешь игрушку и мальчики но девочки тоже они же им хочется сначала не играют потом ломают мальчики тем более уже надо поломать узнать как а ты научи ребенка не ломать вот она роль родителей не ломать свою жизнь а научи расскажи покажи что ты уже знаешь вот это так устроен то есть прививай и любовь и благодарность к тому что ты имеешь да и знания ты покажи знание не давай ломать а покажи знание покажи любовь и благодарность чтобы ребенок твой научился ценить то что имеет благодарным быть так тому что и уже имеет и находиться в любви к тому что он имеет а получается как родитель сам этого не может дать потому что он сам этим не напитан у него самое то у самого этого нет и тогда получается растет ребенок вырастает во что вот он вырастает в то что потом начинает обвинять родители он не знает благодарность он не знает любви и ценности он начинает обвинять родителей что они ему там мало дали не то дали то есть он не умеет ценить он не знаешь как благодарность а ведь родители дали то что они могли на тот момент дать, но вот они дали то, на тот уровень своего развития, ведь всегда все родители дают максимум детенку, да, и при этом, а детенок вырастает неблагодарным и осуждает. Ну почему? Потому что тот же родитель не осознает благодарности самому себе. Точно так же к своим родителям. И к своим, и к себе он не осознает, и не осознает тот же родитель благодарности ребенку своему за то, что твой ребенок показывает то, чему ты не научился сам. Смотри, ну сейчас мы поднимаем такой вопрос невероятной сложности для общества. Это полностью смена системы образования. Она потянет за собой полностью смену экономики. Это неразлучные друзья будут. Потому что вот то, что мы сейчас имеем, вот это образование, которое мы имеем, страдальческое, когда вот я тебе приводила пример программы пятого класса, которые я проходила, и которые я вспоминала там эти рассказы «Пять лыжек затирки», там, как мать свою закрыл и заморил голодом, там, мужик там, прадеда Талаша, там, и так далее. Это вкладывается. «Война и мир», «Анна Каренина», «Преступление и наказание». Ты вот посмотри, что грузится в голову детям. Да. Это вкладывается. Это психические расстройства. Да. Вот она наша программа. Где здесь благодарность? Где здесь любовь? Что вкладывается? Вкладывается психические расстройства. Да. И они уже сейчас, они проявляются в виде аутизма все больше и больше. Потому что вкладываются те программы, которые потом дадут ростки. Но смотри, на чем они вкладываются? Человек думает, вырастив овна, он будет управлять стадом. Это же из религии пришло. Это вот все, что касается, как пошло в религию это дело дети Авраамовы. Так это и пришло. Просто оно модернизировалось и другого не знают, потому что идет механизм копирования. Копируется, копируется, копируется и систематизируется. Копируется и систематизируется. Компилируется. Но все равно это копирование. Да. И получается, если ты не знал благодарности, то ты ее и вклинить не можешь. Для этого надо проснуться. От яблони не рождаются груши. Да. Яблони может рождать только яблоки. Вот это так же. То, чем ты наполнен сам, что ты имеешь, ты то и можешь произвести. Все. Больше ты не можешь. А поэтому смотри, почему копируется? Потому что это материя. А материя копирует всегда. Эта материя, она автомат, машина. Если сознание спит, то работает программа. И она копирует. И благодарность машине. Потому что благодаря ей жизнь продолжается, когда сознание спит. А если... И паразитирует. А если сознание проснулось, то это, извините, Создатель. Тот, который может, благодаря той материи, благодаря тому, что он уже имеет, он еще больше может раскрыть возможности и создать еще краше, еще больше. Но смотри, когда в обществе примет о копировании, то, когда ты говоришь, что человек вспоминает Создателя, первое, что возникает? Вот в религию, в любую церковь прийти, и скажи, вот сейчас все люди проснутся и станут Создателями. Что возникнет? Панический страх. Страх. Как это? Как это? Знаешь, что начнется? Власть куда? Вы демоны. Вы демоны, да. А как же? Мы же потеряем власть. Как вы посмели, да? То есть, идет разрыв шаблона. Идет тупик. Человек не знает, как он жить будет. А как же мы налоги собирать будем? Какая благодарность? Это значит, надо дать свободу человеку. Сегодня уже очевидно, когда человек хочет что-то, он на благодарностях моментально находит деньги, чтобы восстановить, реконструировать, поднять, оплатить и так далее. Всегда. Всегда найдет. И при этом это будет искренне. И это будет искренне. Это другое. И это будет в любви. Чистое, да. И это будет про здоровье. Но тогда, подождите, американская фармацевтическая промышленность. Помнишь, ты рассказывала в Америке фармацевт. Да. Его вилла. Да. Известнейший. Вообще он, я не знаю, там один из богатых именно фармацевт. Ему 87 лет. И у него огромная вилла на Майами. 120 миллионов. Участок земли огромный. Вилла невероятной красоты. Но при этом фармацевт, благодаря которому лекарство стало более доступным. И люди гордятся, когда рассказывают про эту виллу. Да. И при этом у него на участке парники. У него на участке животные. Все выращивается свое. Все натуральненько. Никаких лекарств. Никакой химии, никаких лекарств. Да, да, да. И при этом ты сама попробовала, купила. А, да. Как красиво там растут в этом в Калифорнии поля ой, в Калифорнии. Штат Калифорния, правильно сказал, да. Поля клубники, персиков, абрикосов. Да что хочешь там, да. Черешин. И они тут же эти фермеры продают, да. И ты понимаешь, клубничечка. Все. И мы говорим, давай остановимся, купим. И мы купили персики и купили, я даже не знаю, что это, сливы, наверное. Ну, что-то такое большое. А я такое красивое. И поехали. И я с удовольствием съела. Я и Лерка, муж был за рулем, не ел. А, значит, съели мы по персику. и я еду буквально через минут пять. Я еду, и не могу понять, что у меня в горле сидит, как все, думаю, пленка от персика, что ли, застряла. А потом понимаю, что она как-то переползает. Я даже не сообразила, что это сразу аллергия. А потом у меня начинает обкладка, и я поняла, химия полезла. А я быстро реагирую на химию. То есть в чистом виде эти химикаты. И поэтому все выращено красивое. То есть обман, ложь. Кому врем, кому обманываем, сами себя. Все, я на этом закрыла тему. Выращивайте, кушайте сами. Поэтому фармацевта все выращивается на территории. Чтобы не есть то, что он продает людям. Да, да. И такой участок у него огромный. И все. Когда мне сказали, что это фармацевт, я... Ну да. Всех потравлю, а сам на участке посижу. А смотри, фармацевт, а всех потравлю. А у нас люди бегут в поликлинику в очереди за лекарством. Выпишите мне таблеточку. Бездумно. Бездумно вообще. Да. А ведь все знания есть. Опыт есть. И знания есть. Все можно. Во-первых, ты знаешь, что надо для того, чтобы не заболеть. Это первое, да? Но это не в страхе. Если ты в страхе, то ты всегда будешь болеть. А просто в разуме, когда ты находишься в разуме, ты знаешь. Ну вот, переохладился ноги, ну попарь их сразу. Потому что... А не ходи с мыслью, знаешь, так, ой, я замерз, наверное, могу заболеть. Вот, чтобы я не заболел. Все, до свидания. Если ты не принял действий никаких, ты эту игру разворачиваешь в своей голове, ты ее создаешь. Привет. Лекция действия. Привет. Уже говорили об этом. Да. Да. Вот. А на самом деле, включи разум. Ну замерзли ноги, погрей их, да? При первой же возможности. Или там чай попей горячий. То есть все знания есть. Если даже заболел, малинки попей. То есть та же температура, малина снимай. То есть все мы знаем. Все. Но мы бежим за быстрой волшебной палочкой. А быстрая волшебная палочка – это химия. Лекарствочка. Хлоп, таблеточку. И как сейчас, как-то я-то была, сейчас нет, а вот как-то буквально недавно все время часто слышала. Скоро мы кушать не будем. Мы будем питаться какими-то таблетками. Скушал таблетку, и ты окушался. Несколько раз мне так прилетало. Что за фигня такая? Вот это об этом. Уже, то есть, настолько обленился этот паразит-человек, что уже дай ему кинь таблеточку. Он проглотит и не шевельнется. Он уже поел. Вот она химия. Смотри тогда, насколько прикольно и насколько классно вписывается в нынешнюю жизнь понимания, и как приходил ковид. Если до ковида... Ну, ковид вообще очевидно все показал. Если до ковида человек говорил, ну, мне надо прокапаться, полежать в больничке, мне надо подкрепить иммунитет, полежать в больничке, мне надо там поесть таблеточек, вот, сходи к врачу, то смотри, после того, как прошла пандемия, и огромное количество людей я умерла в больницах. И причем Беларусь, смотри, в этом плане самая лояльная страна была. У нас очень хорошие показатели, у нас мало умирали, у нас практически выживали. А если брать, как хоронили, не могли захоронить всех, та же самая Европа, в США, как хоронили, просто сотнями тысяч, то человек, даже сейчас в Беларуси, когда предлагают, «А вы бы не проехали по скорой в больничку?» Человек что сразу говорит? «Не-не-не, я лучше сам». Смотри, как ответственность возвращается, потому что оттуда же вы мне не возвращается. Через страх и через боль. Через страх и через боль. А ведь это всего лишь пробуждение разума. Да. Разума. Возьми ответственность за свое тело на себя, за свою жизнь на себя. Ведь осознай, что не обязательно, ведь все ты знаешь, но не обязательно через боль, через травму, через страх идти к самому себе. Но при этом благодарность страху и боли – это все программы, которые четко сознание продумало. Но ведь не обязательно, ведь можно включить разум и просто думать. А это на самом деле доверяй себе, то есть чувствуй себя, верь в себя, верни Бога, верни силу в себя. То есть ты разум, ты невероятный разум, ты развитое сознание. Воспользуйся своими знаниями. Да. И ковид на самом деле очень-очень круто показал. И настолько, знаешь, как я, например, вижу этот ковид, ну вообще вот это время с ковидом, до теперешнего момента, вот просто натурально перед каждым человеком как кинолента. Вот как кинолента, и он благодаря вот этому, не то, что там в истории, где-то в учебниках, не в этой жизни, вот этим благодаря двум-трех, я уже не помню, сколько им там, он прямо как кино перед ним, от А до Я, то есть начало, игра развития, потом последствия все и окончания, да, и то еще есть много людей, которые еще не доиграли. Я в Америке видела, в основном это китайцы, ну вот китайцы, да, я не отличаю японцы, китайцы, если честно, ну короче. Слушай, давай мы сейчас сделаем разрыв, и это пойдет во второй подкаст. Мы начнем с китайцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова